Четвёртый звук Поэтому это хорошая доказательство тому, что никто из нас не является просто темным. И вот, собственно говоря, у нас сегодня с вами семинар «Майкер Звук». Что это действительно будет именно то образование, которое будет радостное и по душе. «Майкер Звук» Меня зовут Марина Тарганцева. Я психолог-психотерапевт, главный гомеопатный гидроу Казахстана, директор медицинской корпорации «Бранд» и директор Института прикладных дипломных технологий «Центральной Азианской Астрологии». Я занималась наукой и стала диссертарской в своё время. И у меня есть какое-то количество научных открытых и изобретений, в связи с чем я являюсь действительно членом Международной Академии авторов научных открытых и изобретений. А потом вот эта научная карьера и рассматривание человека с точки зрения клеток и рецепторов меня наскучило. И мне стало интересно видеть личность, а не просто клетки и органы, и давать адресные рекомендации личности, а не просто отдельным органам и системам, и речать им от этого заболевания. И в связи вот именно с этой разочарованностью в традиционной медицине я ушла и занималась какое-то время гомеопатией, и, собственно говоря, продолжаю заниматься и сейчас. И гомеопатией я изучала в Индии, Англии и Израиле. После этого я там преподаю в Итасхане, но в Англии не преподаю, в Израиле и индийской школы гомеопатии. И параллельно изучала психологию, являясь мастером нервно-инвестического программирования, если здесь есть кто-то из психологов, чтобы было понятно, какой модель. Закончила московский дюштайтер и психодрамы. Проходила специализацию по коучингу у Джулии Хэнри капитания. Ну и достаточно много курсов. Сама являясь организатором международного фестиваля мастеров психологии и психотерапии, который ежегодно проходит в Алмате уже 9 лет в отряд. Это вот то, что касается психологии и медицины. С некоторых пор, когда я обучалась в Индии гомеопатии, меня привлекли лидические знания. Изначально аюрбеды, как наука о долголетии, или наука о жизни. А потом дальше я узнала, что аюрбеды, будучи такой удивительно глубокой наукой, глубокой философией, глубокой, очень такой мощный видом медицины, которая за 5000 человек не претерпела никаких изменений. Я помню, знаете, в какой-то момент меня это очень сильно удивило. Когда я разговаривала со специалистами в области аюрбеды, я сказала, а какие у вас новые открытия в аюрбеде? Они мне сказали, вы знаете, у нас никаких новых открытий, мы 5000 лет используем одни и те же рецепты. Я была потрясена, думаю, что и такое у вас, что, астагнация, почему нет никаких новых открытий? Они сказали, знаете ли, если это работает, ничего нового не нужно придумывать. Это вот как раз-таки в обычной медицине у нас каждый раз новые препараты, и это так рекламируется широко и говорится «новые препараты». Мы думаем, вау, наконец-таки у нас сейчас исцеляют, но оказывается, со временем нам дают еще новый препарат, еще новый препарат, и мы понимаем, что просто на нас делают бизнес. И, собственно говоря, медицина, образование медицинское на сегодняшний день построено таким образом, что выпускают менеджеров по продаже лекарственных препаратов, собственно. И вот тогда я была очень удивлена аюведой, и потом была еще больше удивлена, когда поняла, что аюведа – это всего лишь маленькая часть огромного ведического знания. И с тех пор я достаточно много разных видов науки, именно из ведической науки, изучала. Это, в частности, Грой Тиши – это ведическая астрология. Я знаю, что у вас недавно была специалист Марьяна Полонски из Лос-Анджелеса, специалист по ведической астрологии. Васту – это ведическая архитектура, как правильно строить. Вот, я думаю, что многие знают. Хэн-шу – это такая маленькая часть васту, огромной науки. Арх-ха-шастры – это наука ведическая, как ведение правильного бизнеса. И есть хамур-веда – это правильное ведение военное искусство, есть социология, политика, воспитание, семейные взаимоотношения. И каждый раз, когда я соприкатаюсь с физическим знанием, я не перестаю поражаться в глубине этого знания, не перестаю поражаться ценности, законченности. И радует прикладное такое значение. То есть все физические знания – это не просто философия, оторванная от жизни, а это именно философия, которая помогает здесь и сейчас, буквально в каждом моменте жизни. Начиная от рождения и заканчивая последним экзаменом, то есть когда человек уходит из этого мира. По сути своей, физическое знание было построено именно таким образом, чтобы человек мог получать знания на каждом этапе своей жизни. Потому что те знания, которые нам нужны, когда мы маленькие дети, это совершенно не то знание, которое нам нужно в период, когда мы собирались строить взаимоотношения с противоположным полом. Тут нужно знать все тонкости и понимать, как правильно выбирать жениха или уесту. И это совершенно не то знание, которое нам нужно, когда мы уже построили семью, и нам теперь нужно сохранять эти отношения, укреплять, делать их более сплоченными, семью, каким образом удерживать интерес, каким образом развиваться внутри этих отношений. Дальше у нас появляются дети, и мы становимся родителями, и нам важно понять, как же теперь воспитывать ребенка. И это следующие знания. Дальше, как правильно строить взаимоотношения на работе. Дальше, это как правильно, в конце концов, переходить в период мудрости. Потому что у нас, к великому сожалению, человек, у которого нет знания, он переходит в старость. Потому что человечественная жизнь, она предназначена для того, чтобы жизнь, она развивалась все время по нарастающей. Собственно говоря, самый наполненный, самый такой, знаете ли, пропитанный буквально любовью, мудростью, пониманием жизни, это последний день жизни должен быть. Обычно у нас человек развивается какое-то время, и во второй половине жизни он так же опускается еще хуже. И говорят, что стар, что млад. И никого не удивляют такие, знаете ли, старики в семейном психозе, или люди, которые раздражены, которые проявляют такие качества, как зависть, жадность. Собственно говоря, старость – это итог деградации человека. Это итог, когда человек живет, не пользуясь знаниями, потому что, согласитесь, какие знания нам давали. То есть в школе нам давали знания строения инфузоидуфельки, мы знаем, да, косинусы, синусы, тангенсы, катангенсы, еще кучу правил правописания мы знаем. Но то, как строить вот свою жизнь, по сути, свое искусство жизни, нам вообще не преподавалось. Науку самопознания нам не преподавалось. И из-за этого, собственно говоря, огромное количество людей не удовлетворены своей жизнью. Даже если у них все сложилось в плане социума, даже если у них сегодня хорошая зарплата, и даже если у них есть семья, чувство неудовлетворенности в сердце, чувство ощущения нехватки времени, потому что когда человек не выполняет свою миссию, когда человек не понимает, зачем он живет, для какой цели он пришел на этот свет, вызывает чувство, ощущение, огромное ощущение нехватки времени. Почему? Потому что не хватает времени именно действительно на понимание самого себя. Так вот, ведическая наука, это наука, которая раскрывает все эти аспекты. И человек, изучая это, он способен становится стать зрелой личностью, стать счастливой личностью. И вот, собственно говоря, 96% ведических знаний относятся к ведической науке. И только 4% знаний относятся к религии. Потому что огромное количество людей боятся, ну вот я же мусульмане, как же я буду веды изучать. Но науку, знаете ли, вот закон всемирного тяготения, он не казахский, не русский, не мусульманский, не христианский, согласитесь? Точно так же вся ведическая наука, она не русская, и не христианская, и не ведическая. Это просто наука. Например, вот сейчас, обратите внимание, я стою здесь, а вы сидите вот таким вот образом, да? То есть вверх. Ведическая наука утверждает, что ученик, для того, чтобы получать знания, он должен сидеть ниже учителя. И только в этом случае, вот представьте себе, если бы у меня было здесь 2 стакана воды, как я могу перелить из одного стакана в другой? Если мой стакан, я хочу принять, стоит выше, чем тот стакан, который способен отдать, я никогда туда не перелью. И даже их сено равных не перелью. Вот подобное расположение аудитории стало характерным древним римем. Когда люди вот в таком положении, это самый лучший способ наслаждаться, по сути своей. Потому что это было шоу, зрелище, когда были там коррида, то есть здесь были бои гладиаторов, и мы просто сидели на трибунах и наслаждались вот этим зрелищем. И поэтому вот подобного рода аудитории, обратите внимание, что у нас студенты как сидят, да? И потом странно, что студенты не слушают преподавателя. Да, там какой-то маленький такой, какой-то что-то говорит, что-то там пищит, а вот тут вот сидит такие большие развлекаться охота, да? Это просто само положение вот такое, оно способствует тому, чтобы просто наслаждаться. И поэтому сидим, болтаем, что-то еще у нас так желание развлекаться есть. Это маленький нюанс, согласитесь? А какое великое значение имеет? И вот просто если люди понимают, например, что в доме от северо-востока до юго-запада вот такая ось невидимая лежит. И вот эта ось, представьте себе, что, представьте сейчас все свои квартиры, северо-восток это ваша голова, это самый главный центр жизни. Центр это сердце, а юго-запад это, ну, все остальное. Теперь просто представьте себе, что в квартире. И вдруг мы понимаем, что практически во всех квартирах в центре туалет. Правильно? И поэтому, понятное дело, что огромное количество проблем из взаимоотношений в семье. Потому что это на тонком плане идет осквернение. И вот это все, вот такие вещи, они очень практичные. То есть если бы люди начинали изучать подобные вещи, если бы архитектор этим заинтересовались, и преподавали бы эту науку в институтах, если бы у нас с самого начала со школы начинали подобные вещи преподавать, мы бы не наделали кучу ошибок, просто-напросто. Просто потому, что мы бы были осведомлены. И вот, собственно говоря, у нас сегодня с вами семинар «Матья звука». И перед тем, как я перейду непосредственно к влиянию звука, я бы хотела попросить поднять в аудиторию руки тех, кто вообще никогда не слышал о медической науке. А те, кто знают, как видите, ну, Асатанас, обновленный город, это уже очень радует, это говорит о том, что интерес к этому растет, и те, кто присоединился, я тоже очень рада, потому что в свое время только сама начала это изучать. Знаете, в священном писании говорите, постижение этих знаний радостно. Те люди, которые изучают эти знания, вы можете подтвердить это? Да, да, да. Это так, это так. Поэтому я очень рада, что у нас люди присоединились в теске, можно поделиться этой радостью. Так вот, сегодня у нас с вами очень обычный день, и этот семинар состоит из двух частей. На самом деле, я сейчас еще скажу несколько слов буквально о влиянии звука, и к нам придет очень дорогой гость, это духовный учитель, учитель, который принимает учеников, тысячи учеников по всем странам мира, и это человек, который очень необычный, и необычный он тем, что он всю свою жизнь посвятил распространению этих знаний, и посвятил всю свою жизнь и людям, по сути своей, служению Богу и людям. Но об этом мы немножко позже поговорим, то есть я хочу, чтобы вы настроились, что самое главное нас ожидает впереди нас. Самое главное действие, самое главное переживание. Веды утверждают, во-первых, веды постулируют, что есть две реальности, есть духовная реальность, есть материальная реальность, есть материальный мир, в котором мы с вами живем, есть духовный мир, откуда мы, собственно говоря, с вами пришли. И душа, которая сюда приходит материальный мир, она забывает о том, что вообще есть еще духовная реальность. Мало того, душа до такой степени забывается, что порой начинает себя считать телом движенным, импульсами движенным, серым веществом головного мозга, что у нас есть просто рефлексы, инстинкты, и вообще мы с вами просто, знаете, такая удачная амеба, которая, в конце концов, развивалась, вышла на сушку, потом поползла, потом, знаете, в результате стала жирафом, потом еще больше развилась удача, такая ее постигла, она стала обезьяной, потом обезьяна, просто ее колоссальная удача постигла, она взяла палку, и наконец, вот мы с вами здесь сидим. Собственно говоря, вот эта наука, та, которая нас обучает, и это вызывает улыбки, но на самом деле ее продолжают преподавать сейчас в школах. То есть нас обучают, что из простого в результате каких-то усилий, ну, палок, там еще чего-то, развивается что-то сложное. И вот до тех пор, пока у нас эта парадигма в голове есть, то есть мы думаем, что были там какие-то пятиконтропы, австралопитеки, какие-то древние такие вообще не знаете, все люди, и наконец мы, человек 21 века, и вот у нас представление, что вот-вот, еще мы какие-то пару палок возьмем и совсем разобьемся, знаете ли. Но оказывается, на деле, так не получается. То есть это говорит как раз-таки полностью-то наоборот. То есть физическая наука утверждает, что раньше были более мощные цивилизации, и человек был более развит. И если мы с вами понаблюдаем просто даже вот обозримое слегка прошлое, и если мы возьмем даже просто период Ренессанса, предположим, да, то вы знаете, что в период Ренессанса человек мог знать одновременно и математику, и литературу, и он был художником, и владел восьми языками. Вот человек, например, который, в частности, гомеопатию, который выделил опять в новую науку, потому что эта гомеопатия, на самом деле, это часть такая гомеопатия. Так вот, самуил Даниман, где-то 250 лет тому назад, он как раз-таки гомеопатию развил как отдельную взятую науку. Так вот, он владел восьми языками, он был прикрасным художником, он был алхимиком. Что же происходит с нами? Мы специалисты по правому уку, да, по кишечнику, простите, это не ко мне. А вы знаете, а у меня еще будет убредить, но это уже совсем не ко мне. то есть фактически человек думает, а кому? У нас каждый говорит, нет, это не моя ответственность, ой, это не моя ответственность. Если вы заходите к чиновникам, те говорят, ой, это туда, это туда, и вас футболят, футболят, футболят. Почему? Потому что нет знаний для того, чтобы взять действительно ответственность. И вот, собственно говоря, сейчас много литературы, не только ведическая литература, если вы почитаете Эрнаста Молдашева, который очень много пишет об этом, что были Атлантиды, гиперборея была, русские веды об этом говорят, что была гиперборейская цивилизация, и русские веды записаны в рунах. И вот, собственно говоря, согласно медической науке, человек, к великому сожалению, в этом году деградирует. И следить, более 5000 лет тому назад, когда веды были записаны, а до этого они передавались из уст в уста, потому что считалось, что веды записывать нельзя, учитель передает ученику, и он ученика спрашивает, как ты понял, пожалуйста, поведай мне. Ученик делится, он говорит, нет, подожди, вот здесь вот так. То есть, фактически, учитель, он все время был в обратной связи с учеником. Это не такая система образования, как сейчас, когда мне все равно вообще слышат, меня на задней парте, когда не слышат, да? А здесь было очень, он на задней парте начал улыбаться, мне очень важно, на самом деле, слышите вы меня или нет. Спасибо большое. На самом деле, именно учитель в ведической традиции было такое, и есть, и было, но не утеряно, слава Богу, со временем парампара, это цель ученической преемственности, когда ученик, подходил к учителю, задает вопросы, учитель ему отвечает, и он смотрит, он был ли ученик или нет. Потом ему говорит, иди, делай так. Потому что знания мы приобретаем, не потому что мы слышим, а потому что мы начинаем жить и очень согласны к этому знанию. Едавна один, мужчина, сказал мне, о, да, вы говорите, боговодкица, да, это хорошая такая книжа, я ее читал, да, я твоя Библию прочитала, Коран прочитала, боговодкица прочитала, есть еще что-нибудь интересное прочитать? Согласитесь, это очень забавно слышать, потому что Библию не надо читать, по Библии надо жить, Коран не надо читать, по Корану надо жить, по Библии надо жить, это не, знаете ли, горизонтальное изучение плоскостного видения, на самом деле, знаете, это как Таня Донцова прочитал, Баговодкицу прочитал, да, то есть, вот это как-то в риту стоит. И тогда надо очень новые евангелия, тибетские евангелия, евангелия, ну, кучу надо, в интернете сейчас, столько всяких вариантов, да, и тогда человеком становится циником, на самом деле, потому что он начинает сравнивать, мало того, сейчас основная идея людей такая, надо слегка чуть-чуть взять из Корану, много жёнства, да, там, из Библи, что-то надо взять, да, значит, из Баграгиты что-то взять, там, реинкарнацию, да, мы не одну жизнь живём, так что можно вообще тут не торопиться, никуда, да, то есть, вот так вот возьму я отовсюду и сделаю некую свою, это сейчас есть такое движение, называется синтез, это, на самом деле, каждый из религиозных путей, он действительно, если вы живёте согласно Библии, вы действительно достигнете просвещения, если вы живёте согласно мусульманству, вы тоже придёте, но если вы, представьте себе, в Москву можно доехать на поезде, на самолёте, можно на машине, можно пешком, а вы говорите, ну нет, я слегка на самолёте полечу, слегка чуть-чуть на поезде поеду, и так немного на машине, и всё одновременно причём. Понятно, потому что я вообще никуда не пойду, по сути своей. Так вот, современный человек, для того, чтобы никуда не идти, для того, чтобы продолжить наслаждаться, он вот имеет вот это обыкновение, просто выхватывать из контекста что-то, то, что ему нравится для слуха, и таким образом жить. На самом деле, священное писание нужно проживать в глубине поверхности, и как только вы соприкоснуетесь с любым священным писанием, вы тут же начинаете понимать, что мне нужен проводник. Правда? Я помню, когда я первый раз в Библию прочитала, я вообще не поняла, что это такое вообще, как это было. Для меня было очень сложно. То же самое о Багаргита. И поэтому, действительно, человек очень важен, духовный учитель. И учителей в этой жизни не так много. Знаете почему? Потому что учителем должен жить там полностью всю свою жизнь посвятить. Можете представить, учитель на самом деле он думает, сколько человек пришло, поскольку их так стали, так у нас бухгалтерия такая сегодня. То есть, если учитель думает о заработке, о славе, думаю, вот сейчас я тут такую лекцию прочитаю, может, меня где заметят, продвинут там и так далее. Если я хочу на самом деле я хочу выдвинуться на президенты или я хочу выдвинуться в депутаты, и вот тут вам говорю вот это, но потом я хочу, чтобы выбрали моим электоратом. Да, то есть, если у меня есть какие-то скрытые мотивы, и именно эти скрытые мотивы движут мной, тогда вы не сможете получать ничего. Ваше сердце останется закрытым. И духовные учителя, их не так много, потому что этот человек должен тотально посвятить свою жизнь служению. И поэтому сегодня такая удивительная будет встреча именно с таким человеком. И поэтому я просто хочу, чтобы вы настроили свои сердца, хотя вот я еще раз говорю, не очень удачное расположение вас по отношению к учителю. Учитель будет сидеть у вас, так сказать, в ногах. Но это его такой вот обычный наоборот, потому что именно через стопы говорится в ведических знаниях, никогда не обращай внимания, что к стопам прикасаются, и потом вагон уберутся. Почему? Говорится, что через стопы идет знание. То есть вот знание идет сверху вниз, на самом деле, снизу вверх. Ну, я думаю, что у него много мистических способностей, поэтому он сегодня способен будет и в этой обретении сделать это сто процентов. Но просто на будущее. Если вы видели, то обычно, когда встречают учителя, ученики кланяются. Почему? Потому что городыню свою усмиряют. И это тоже не очень грустно, потому что первый раз поклоняется целое событие. Когда вы видите кланяющиеся людей, у вас какая-то «Боже мой!» «Какие сектанты!» «Что ты тут кланяешься?» То есть это эго готово всем причислить кого угодно, но только лишь бы не смиряться. Так вот, возвращаясь к звуку. Звук, на самом деле, есть четыре вида звука, и именно через звук идет либо развитие личности, либо ее деградация. Звук самая мощная влияющая сила в этом мире. И не для того не секрет, что при помощи звука, например, сейчас это очень сильно применяют, например, разгоняют демонстрации звуком. Знаете, вы этим понимаете? В супермаркетах специально делают такую музыку сначала релаксирующую, чтобы вы забыли о времени. Выходите, это такое волшебство, и вы хотите уже все приобрести. Но как только они видят, что время приближается к открытию супермаркет, они включают более быструю музыку, когда вам хочется уже выйти отсюда. Мало того, изобретают специальную музыку, чтобы люди не воровали. Например, утверждается о том, что, это сейчас современная наука утверждает о том, что, блин, заживление ран идет под музыку Моцарта гораздо быстрее. То есть, и сейчас в операционах, в каких-то таких солидных клиниках включают специальную музыку под разные виды операций разный вид музыки. То есть, музыка оказывает колоссальное воздействие. Помимо того, что музыка оказывает влияние, все вот эти звуки, я вот сейчас обратила внимание, что основная это сплошных скрежет, грохот, то есть, стройка такая бесконечная. И на самом деле, вот подобного рода звуки, эти звуки называются байкари, это грубая форма звука. Эти звуки, они могут утомлять человека и к концу дня у вас может быть просто головная боль из-за того, что огромное количество вот этих шумов, сигналы, то есть, звуки погружают человека достаточно быстро в определенную атмосферу. Я думаю, что каждый из вас сидящий, те, которые немножко постарше возраста, раньше было не так много телевизоров и очень популярно было радио. И знаете, были такие радионяня, там это сказки по радио читали. И когда ребенок просто слушает сказку, у него способность поображения очень сильно растет. И потом, если вы слушали эту сказку, а потом вы видите фильм, вы говорите, Боже, это совсем не тот образ, мой образ гораздо богаче, потому что именно звуком передается, говорится о том, что изначально было слово Библия, да, говорит, и вообще все, абсолютно все религиозные трактаты, все времени писания утверждают о том, что весь этот мир был сотворен звуком, это изначальный звук был. Интересно, что мы с вами свою реальность тоже творим звуком. Например, мы творим звуком свою семью, да, вначале мы говорим, ты такая прекрасная, ты такая замечательная, я тебя так люблю, я хочу все для тебя делать. И этот момент, то есть внутри у нас растет такая вот семья такая замечательная, и мы немедленно хотим пожениться, и мы бежим в ЗАГС, и делаем огромную пышную свадьбу, и как только это все случилось, я говорю, послушай, ты чапкаешь, когда ешь, а ты шуршишь ногами, когда ходишь, и вообще ты зубную пасту не с того конца выдавливаешь. То есть фактически мы начинаем звуком творить совершенно другую реальность. И потом нечему удивляться, что по сути своей начинается развал именно звука. Так вот, вайкарий это грубая форма физического звука, физического звука. Почему звук такой могущественный? Потому что каждый звук несет в себе энергию. И звук физический вайкарий несет энергию, которая называется Крия Шахти, или энергия творчества. Энергию не замечаете в зависимости от того, с кем вы общаетесь, человек говорит, ты знаешь, у меня такая идея, или например сетевой маркетинг, я говорю, это такие препараты, или это такой пылесос, я показываю вам, как у вас клещи, там куча клещей, и значит, я фактически говорю, 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 и слова обладают, я еще раз говорю, энергии, творчество. В конце речи я замолкаю у вас уже желание, где я пойду займу денег, но мне это надо немедленно купить. Почему? Потому что эта энергия в вас накачивается, и вы быстро-быстро готовы что-то сделать, мне надо немедленно купить этот пылесос, все эти баночки купить, съесть все, что только можно, да? Огромное количество людей накупают, потом приходят домой, ставят, успокаиваются, воздействия энергии уже нет, и думают, что это было? Я же потратясь не съел, моей жизни не хватит. Но когда-либо попадаете опять в сферу воздействия звука, у вас опять выворачиваются сами собой карманы, да? То есть этот звук обладает такой мощной воздействующей силой. Интересно, что следующая форма звука называется махьямы на санскрите, это более тонкий звук, это звук наших мыслей. На самом деле наши мыслей звучат. И мало того, что нам не звучат. Подобное притягивает подобное. Говорится о том, если вы хотите узнать, какие мысли у вас звучат, вы можете посмотреть на те ситуации, которые с вами случаются. Если вдруг вы видите, что в вашем обществе кто-то ругается, какие-то конфликты происходят, это значит, что есть энергия агрессии внутри. Это звук наших мыслей. Ничего случайного не бывает, ничего случайного нам не показывают. Вот случайно здесь не собрались. Это говорит о том, что есть такое звучание. И это звучание, этот звук матхиана, он несет в себе другой вид энергии. Эта энергия называется дьяна шахти или энергия знаний. Интересно, что эта энергия очень могущественна. и если у человека его звучание вовне и звучание внутреннее гармонии, то есть я на самом деле что думаю, то и говорю. Представьте себе, насколько могущественнее становятся слова. То есть эти слова обретают силу двух энергий. Потому что если я думаю об одном, а советую вам совершенно другое, энергии эти слова не обладают. Почему? Потому что смотрите, папа стоит курить и говорит, сынок, никогда не курить не любим папу. То есть вот как папа не делает. По сути, ребенок получает два послания, правильно? Потому что у него идет впечатление курящего папы, и папа он любит. И он любит все, что сопряжено с папой. Если с папой сопряжена бутылка, он любит эту бутылку уже. Даже у него отвращение и тем не менее он притягивается. И он может стать проявителем реальности двумя способами. Первый способ, это как у моего папы была бухгалтерша, и у была внучка, и эта внучка говорила. Ей пять лет. Выну замуж, нарожаю кучу детей, и выгоню мужа в чертую мать. А почему? А зачем мне такой пьяница? То есть у меня дедушка пьяница, папа пьяница, у нее уже пьяница внутренняя пьяница. Либо я обстановлюсь, что у пьяница моя еленка, которая непримирима к этому. То есть у нее не то, что есть люди, которые не употребляют алкоголь, но это не то, что подразвелись тут. Я хожу просто фактически я не свободна, потому что моя вся медитация на алкоголе, но только со знаком минус по сути своей. То есть я продолжаю оставаться зависимым человеком. Это тогда, когда то, что я думаю и то, что я говорю разные вещи, тогда внутри начинается раздрай человека. Огромное количество проблем физического плана, эмоционального плана. Все наши заболевания связаны с тем, что у нас эти две реальности не совпадают. звучания идут в диссонанс. Наш внутренний ансамбль играет фальшиво. И эту фальш она вылезает из заболеваний. И третий вид звука называется пашянцый звук, еще более тонкий. Это звук, относящийся к тонкому телу желаний. То есть каждый из нас движет в этом мире желания. Порой эти желания идут вразрез с нашей действительностью. Порой это желание нас наводит вообще к тему свежества. Но так или иначе, если у нас желания с вами возвышены, представьте себе, звучание наших желаний очень высокое. я могу сказать, что все люди, которые здесь сидят достаточно в таком душном помещении и продолжают слушать и ожидают и еще приходят на семинары постоянно, это говорится о том, что это ваши желания и еще желания с прошлой жизни. Говорится о том, что человек, который идет на духовном пути развития, когда его жизнь заканчивается, все эти желания он переносит с собой в следующую жизнь. И он обязательно продолжит этот путь. Говорится, что в сорока годах мы настигаем того пути, который мы уже прошли. И в сорока начинает развиваться дальше. То есть по сути своей все это вас уже было. И огромное количество людей, когда начинают изучать физические знания, эффект вспоминания ведет. То есть нет ощущения, что новое, а есть ощущение ну да, ну да, я так и думала, так и есть. То есть что-то внутри вот здесь в сердце просто соглашается по сути своей. Так звука и звук башянти, это звук тонких желаний, называется, несет в себе энергию ичхашахти, это энергию желаний именно. И вот представьте себе насколько могучительный человек становится, если его три энергии направлены в одном направлении. Если у человека все эти три энергии тянут его в разные стороны, это несчастный человек становится. И собственно говоря, для того, чтобы разобраться, вообще какие у меня желания, а какие у меня мысли. Альберт Эйнштейн говорил, что величайшая ошибка людей заключается в том, что они могут решать свои проблемы при помощи своего ума, который их сотворил. Мы не можем решать проблемы на той же самой платформе, на которой мы их сотворили. Нам нужно подняться. И для того, чтобы подняться, нам нужно получать знания. И собственно говоря, физическая наука, это именно те знания, которые нам необходимы для самих себя. То, что у нас есть профессиональные знания, у нас есть знания общеобразовательные, но есть знания, которые необходимы знания. И то, обратите внимание, насколько они могущественные. Но есть четвертый вид звука. Этот звук, который идет из духовной реальности. Этот звук не принадлежит материальную умину. И этот звук, который способен, он стоит гораздо выше этих звуков. Именно этот звук контролирует все три звука. Можете себе представить, чтобы вы контролировали снизу то, что наверху? Нет. например, даже просто взять президента и он гораздо больше помочь. Но если звук, который относится к духовному умину, приходит к нам в жизнь, это меняется абсолютно все аспекты нашего бытия. Меняются аспекты физические, то есть наше тело меняется, оболаживается, заболевания уходят. Дальше меняется наш тонкий план. Тонкий план это ум. Нашу представляет наш характер. Собственно говоря, наш не такой, какой у нас характер. Если я говорю, а я по характеру такой взрывной, это говорится о том, что ум насколько взрывной. То есть ум становится более умиротворим, он более гармоничным. Далее желание, то есть мы начинаем понимать, что действительно является нашим глубинным желанием и зачем мы сюда пришли. Человеку очень важно разобраться с этим. А также человек начинает понимать истинную цель своей жизни. Потому что если мы с вами не знаем кто мы, понятное дело мы не понимаем какова цель наша. Потому что смотрите, если мы с вами думаем о себе, что мы есть тело управляемое импульсом, значит цель наша какова? Насладить это тело. И к наслаждению тела относится четыре вида наслаждения. Первое это еда, то есть практически огромное количество времени выделяется этому. Разнообразные там наоборот всякий человек хочет съесть все, что движется в этом мире или не движется, все, что надо пробовать. Человек думает о боже, я еще это не пробовала. Это надо конечно же съесть. То есть понимание, что я должен насладить во что бы то ни стало свое тело, то тогда все средства хороши для этого. Далее сон. Столько много всевозможных медленных магазинов, где мы примеряемся, на какой же нам кровати паскать. То есть настолько это важно становится, что с болтохинами, без болтохинов, белое, не белое, круглое, с зеркалами, без зеркал. То есть тело же главное, значит я должен его насладить. Дальше оборона. Это тело очень крупное, либо нужно конечно же защищать, и поэтому куча телохранителей, замки, глазки. Вот человек, который построил себе котель, собственно, они скоро тюрьм строить не будут, потому что каждый построит сам себе тюрьму. Значит там огородят проволокой, прожектора направлен, бутку поставят, там сидят конвоиром. Дальше кучу замков, кучу этих глазков, такие задвижки, задвижки, сей. И вот человек сидит там и думает наслаждаюсь. Интересно, что огромное количество детей, у них даже нет возможности пообщаться вообще со своими сверстниками, потому что это как один ребенок, он жаловался мне, он из очень высокопоставленной семьи, он говорит, я побегу и за мной бежит конвоир. Он говорит, это ужасно, я все время под конвоем, это невозможно наслаждаться, можете себе представить? А кажется, что это круто. На самом деле это просто тело оберегает таким образом. Дальше и следующее это да, и целая индустрия работает по этому поводу, да, индустрия, которая производит все эти глазки, мигалки, эти, как это зовут, сигнализации и так далее, куча всего, это же огромная индустрия работает на страхе, правильно? Страх, за голову помрешь, выпьешь таблетку, оживешь, да, это вот посмотрите, нужно вот эти все кучи сигнализации набрать, кучу всего, то есть фактически человек думает, мне это надо, потому что жизнь коротка, мне нужно это все успеть, и последняя тема для тела это наслаждение сексуальное, правильно? Потому что тело надо успеть сексуально насладить, огромное количество секс-шопов по телевизору показывают, плейбой и так далее, и так далее, то есть фактически человека отвлекают, потому что если я думаю, что я есть тело, которое в конце концов умрет, вы видели когда-нибудь старика, который жил и думает, как что у меня будет этот глазок, или как хорошо, знаете, когда говорит, вы вспоминаете все перед тем, как покинуть этот мир, вы что думаете, о чем вы вспоминаете? Вы вспоминаете на самом деле те моменты, которые вы приспособны отдавать, то есть те моменты, когда вы были способны пожертвовать собой ради кого-то, когда вы делали какие-то неординарные поступки, это будет для вас как нектар, и те поступки, внутри которых вы кого-то уводили от жены, от мужа, там, еще что-то, это вы будете вспоминать со стыдом, на самом деле, это сейчас у многих тема такая, ты гири от жизни все, будь в старости что вспомнить, да поверьте мне, это с чувством сожаления да, может быть, потому что когда наступает последний день, вы понимаете, что жизнь-то потрачена не на том, интересно, что говорится о том, что очень легко на самом деле узнать, я думаю о себе как о теле или я думаю о себе как о душе, на что потратить деньги и время, самые две дорогие вещи для людей, ну просто если вы возьмете за сто процентов вашего времени и за сто процентов ваших денег посмотрите на что идет утрата, вот тем на себе и считается, потому что если я догадываюсь, что я душа, может еще не совсем вот прямо точно уверена, ну что-то такое есть, зачем ты опишешь на этот семинар, да, то есть что-то есть какое-то такое понимание, то очень важно понять, вообще насколько у меня есть общение как у души, кто мне дает вот эти знания, где я слушаю подобные звуки, о чем я говорю, о чем со мной говорят, то есть вот если я только начинаю понимать, что это самое главное в моей жизни, это и есть цель моя жизни, вот тут приходит радость. Человек, который идет по духовному пути развития, у него с каждым днем все возрастающее чувство раскрытия и радости. Человек же, который идет по пути удовлетворения чувств, он живет в философии дефицита. Почему? Потому что не хватает ресурсов не хватает, женихов не хватает, собственно говоря, молодости не хватает, жизни не хватает, ничего не хватает, страх, центральное чувство, страх. И здесь человек, который идет по пути изобилия, философии изобилия, центральное чувство такого человека благодарность на самом деле. И вот первое чувство, с которым мы начинаем духовный путь, это чувство благодарности. И вот я лично благодарна вам за то, что вы пришли, и за то, что у нас есть возможность общаться, на самом деле. Так вот, я сейчас с большой радостью, с большим крепятым, с большим уважением хочу представить слово Батти Бринда Гарина Сами Махараджу, удивительному человеку, духовному учителю, и он это скажет о духовном звуке, и не просто расскажет, а мы с вами почувствуем, прочувствуем для себя, а как там вообще духовный звук. И сегодня такая замечательная возможность, если у нас останутся сердца открытыми, если мы будем с чувством смирения, почтения относиться к этой личности, очень важно понять, что это очень необычная личность, очень необычная встреча сегодня. у нас с вами жизнь. Поэтому я хочу пригласить вас в Батти Бринда Гарина Сами Махараджу. Спасибо. 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 Добрый вечер вам, сэр. Я бы хотела начать с того, что выразить свою огромную радость, проводить этот вечер с вами здесь, в Паскане. И это настоящая радость, чтобы быть в этом программе сегодня с Мариной Таргаковой с Марией Таргаковой с Марией Таргаковой с Марией Таргаковой. Который представляет Институт Прикладных Духовных Технологий. Сейчас мы ездим по разным городам Казахстана и мы пытаемся в своих лекциях дать людям понимание важности звука. Сегодня в Астане мы бы хотели вам объяснить, что такое трансцендентный звук. Я представляю древнюю ведическую традицию из Индии. И, в соответствии с ведическим пониманием, все это творение было создано на основе звуковой вибрации. Разные великие писания этого мира говорят о том, что сначала был звук, и сначала было слово, а потом было остальное творение. Это означает, что само творение было создано из звука. Как Марина уже объяснила, мы с вами живем в мире, который называют материальным. Для того, как появился материальный мир с его материальным звуком, был трансцендентный мир с его звуком, который называется Апраквидом. Now, the scientists of this world, they can work very, very hard to analyze the concept of sound. But they can only analyze as far as material creation is concerned. Но они могут анализировать звуки, которые принадлежат только к материальному миру. Therefore, the conception of transcendental sound, or shabda brahma, can be understood when a person would hear from the authorized channel of sound vibration. The entire transcendental world, or appropriate world, is represented in sound vibration as well. Весь трансцендентный мир, который называется Апраквид, это также представлен в виде звука. But until we hear the authoritative sound of the Veda, and receive that sound through the ear, we will not be able to have any conception of transcendental existence. Пока мы с вами не слышим трансцендентный звук из авторитетного источника, мы с вами не сможем понять трансцендентный мир. Таким образом, звук очень важен. Таким образом, звук очень важен. Just like by touch, by the sense of touch, we can perceive the presence of air. Например, нашим тактильным чувством, мы можем ощутить присутствие воздуха. And by sound vibration, we can perceive the presence of ether in space. А через звуковую вибрацию можем ощутить эфир или пространство. Как мы можем это с вами сделать? Just clap your hands. That's all that's required. And you can understand ether, you can understand space through sound vibration. By the power of sound, everything can become revealed. Через силу звука мы можем с вами познать все. For example, Like we hear there is a substance called brick, and we hear that there is a substance called cement. Here in this beautiful, exploding city of Astana, there is so many bricks and there is so much cement. But if we will hear properly sound vibration, we will understand the science of how to put brick and cement together to make such a beautiful city. Но если мы получим правильную звуковую вибрацию, мы узнаем, как соединить кирпич с цементом и получить город. So even the basis of material relationship is based upon sound. And by sound also, we can understand our spiritual nature, and we can develop spiritual relationships with one another, or transcendental relationships. Также через звук мы можем познать самих себя, и через звук мы можем с вами установить духовные, transcendentные отношения. Сейчас эта часть программы посвящается у нас трансценетному звуку. И мы с вами обратимся к трансценетному звуку через процесс мантры-медитации. Сегодня мы с вами все будем медитировать. Мантра от слова. Мантра состоит из двух слов. Мана indicates the mind. И в материальном состоянии ум пребывает в постоянном беспокойстве. Мантра — это трансценетный звук, который освобождает ум от беспокойства. В Великих Ведических Писаниях, в Великих Ведических Писаниях, это объясняется, что еще до творения существовало абсолют. И с начала абсолют произнес звук, и этим звуком был Ом. Кто-нибудь из вас раньше слышал звук Ом? Все это называют… Этот звук называет пранавой. Это изначальный звук Ведушки. Звук Ом состоит из трех букв. А, У, М. Эти три буквы обозначают нашу вечную природу. Они включают в себя процесс, который может привести человека в мир неповторимой духовной любви. И каково совершенство этой любви? Этот звук Ом услышало первое живое существо в этом творении, которого зовут Брахма. И когда этот изначально живое существо услышало звук Ом и потом произнесло этот звук, то этот звук превратился в мантру Гайдри. Гайдри basically means a sound vibration which will rise your mind above the level of mental concoction. Гайдри – это звуковая вибрация, которая поднимает ум выше материальных измышлений. И сейчас, не говоря ничего более, мы с вами начнем медитировать. Мне нужно будет сотрудничество каждого из вас. Прежде всего давайте все с вами расслабимся. Вам нужно сесть ровно и расслаблено. Вы можете либо полностью закрыть глаза, либо закрыть глаза наполовину и сосредоточить свой взгляд на кончики носа. Мы сейчас с вами должны очень расслабленно, глубоко вдохнуть. Мы сейчас с вами должны очень расслабленно, глубоко вдохнуть. И смысл обожать! И смысл обожать! И смысл обожать! Аминь. 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 Очень хорошо. Это было очень хорошо. Я надеюсь, что вам удалось почувствовать разницу в звуковой вибрации. То есть разница между материальным звуком и духовным звуком. Звук Омкар называется звуковым представителем Абсолюта. И тогда любопытный ум задаст вопрос, кого же представляет этот звук. Когда человек медитирует на звук Омкар, он углубляет свой духовный поиск и углубляет свой процесс медитации. Например, мы с вами находимся в совершенно замечательном помещении. Но мы слышим, как фоном раздается замечательная музыка флейты. Мы с вами слышим флейту. Мы можем задуматься, откуда источник звука этой флейты. Если мы не думаем, что сам звук является источником самого себя, это будет неправильно. Поскольку мы понимаем, что здесь стоит магнитофон, в который вставили диск и включили магнитофон. Точно так же и материальный звук этого материального мира подобен магнитофону. Но мы не принимаем сам магнитофон за изначальный источник. Потому что мы понимаем, что звук, который исходит из магнитофона, на самом деле издает человек, который поет на студии. И если мы с вами будем углубляться в магнитофон, то мы с вами будем познавать источник звука, абсолютную истину. Итак, Ом — это тот звук, который дает нам связь с абсолютом. Сейчас мы повторим еще одну магнитофону. Мы снова повторим звук Ом. Но к нему добавится еще одно слово — Шанти. Слово Шанти означает мир, покой. Слово Шанти означает мир, покой. Если мы с вами рассмотрим ситуацию, в которой находится наш мир, то мы увидим, что самым необходимым сейчас является мир. Мы живем во время, когда муж не может договориться с женой. Сыновья ругаются со своими отцами, отцы ругаются с сыновьями. И из-за пустяков страны разжигают войну. Мы живем в эпоху, когда на Востоке происходит землетрясение, где умирает сотни тысяч человек. На юге происходит циклоны, где умирает сотни тысяч человек. Это сейчас время катастрофы и насилия. Поэтому сейчас, когда мы будем заниматься медитацией, будем думать о том, что мы приносим благо и себе, и другим. Сейчас я снова вас попрошу расслабиться. Мы снова с вами глубоко вдохнем. И мы будем повторять с вами Ом. И добавляем Шанти, Шанти, Шанти. Ом Шанти, Шанти, Шанти. Ом 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 Шанти, Шанти, Шанти. Очень хорошо. Ну, я бы хотел бы рекомендовать всем нашим гостям, что вы будете учить момент, когда вы становитесь осознанным, когда вы влезете в сутки. Мы хотели сегодня вам всем рекомендовать повторять эти звуки, как только утром просыпайтесь и открывайте свои глаза. There is an instruction in the great text, which is called Bhagavad Gita. There it says that the mind is very restless, and it is very, very difficult to control the mind. The hearer of the Bhagavad Gita, who was Arjuna, he told his master Krishna, that trying to control the mind is like trying to catch the wind. And I think that we all have that experience. The mind is always very, very restless. So therefore, the moment that you become conscious in the morning, before your mind can begin the process of accepting something and rejecting something, focus your mind on trying to look for sound. So first we chanted OM, which put you in touch with transcendental sound. And we chanted OM Shanti, which absorbed ourselves in transcendental sound, but it was an appeal for peace throughout the universe. Now we are going to chant one mantra, which will open your hearts. and by checking this transcendental sound vibration, your hearts will open, and you will enter in the dimension of spiritual love. And when we are going to chant this transcendental sound vibration, OM, it was one word, OM Shanti, two words. Эта надра будет состоять из трех слов. Эти три слова – Харе, Кришна и Рама. These are transcendental sounds. Харе is an address to the all-merciful and compassionate nature of the Absolute. Харе – это обращение к всемилостивому и самому сострадательному Абсолюту. Кришна – it is meaning the all-attractive. And Рама – it is meaning the origin of pleasure. When we are fixed in the realm of material sound and material identification, we are always seeking pleasure in the material sphere. Когда мы сосредоточены на отождествлении себя с материальными звуками, с материальными объектами, то тогда мы ищем с вами наслаждение в рамках материального мира. But in the Bhagavad Gita the instruction is given. Bhagavad Gita was sung in the Sanskrit language. So I will sing one verse, please. Сейчас я вам спою один стих оттуда. The instruction that is given is that we living beings are not material bodies. We are all eternal sparks of the Absolute. That spark of the Absolute enters the material body at the moment of conception. And it appears in the material body, when the material body is a child, when the material body becomes youth, when the material body becomes old and in very old age. So we are not bodies. But we are sparks of spirit. And the characteristic of spirit is consciousness. It's like the characteristic of the sun is heat and light. So when we will hear of this next mantra, it will open our hearts. It will reveal our original nature. And it will allow us to experience pleasure on the transitive platform. So we will sing this mantra. It will be accompanied by Anapayani, the name of this Indian hand organ. And Shango Pao playing Indian hand cymbals. And I will play this small drum. Before we sing, I would like to say the mantra. And everybody can please repeat. Here's V樑 Minister. Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hari Hare Hare. И сейчас, когда мы будем с Вами петь, снова нужно расслабиться. Вы можете закрыть глаза. Я уверена, что Вы очень быстро уловите мелодию. Поэтому, пожалуйста, пойте с нами. Мы будем с Вами открывать сердце трансцендентным звуком. При этом процессе медитации мы не должны с Вами пытаться что-то воображать. Самое главное – слушать трансцендентный звук. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 Эта мантра позволит вам увидеть свою истинную духовную сущность и превзойти видение просто физической оболочки, умственной оболочки и интеллектуальной оболочки. Повторение этой мантры поможет вам радикально изменить взгляд на реальность, и вы увидите, что такое настоящая реальность, и совершенство этой мантры — это бескорыстная любовь. Я хочу вас повторить за то, что вы участвовали в нашем семинаре. Вы очень красиво пели. Также у нас сегодня представлена духовная литература. Вы можете ее привести там наверху. Можно перевести Бхагавадгита. Это песня, которая была спета в Кришне пять тысяч лет назад. И хотя гордиться совсем не хорошо, но я хочу сказать, что мы очень гордимся тем, что сейчас сегодня мы можем представить Бхагавадгита, переведенную на казахский язык. Поэтому для тех из вас, кто предпочитает изучать науку ГИТа на казахском языке, мы можем представить сегодня эту книгу. Для тех, кто читает на русском языке, у нас есть Бхагавадгита на русском. И также есть другие книги, например, «Наука самоосознания». Нам бы хотелось, чтобы вы серьезно обратились к самим себе через метод мантры-медитации. Мне было очень приятно провести с вами сегодняшний вечер. И очень приятно было участвовать на программе с Мариной. И мы надеемся, чтобы вас снова увидели. И мы хотим спросить Марина, чтобы пришли и закончить программу. И я надеюсь видеться с вами чаще, если я попрошу Марину, заключить нашу программу. Большое вам спасибо. 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 Благодарю вас. При этом, как мы завершим наш вечер сегодняшний день, мне бы хотелось еще несколько слов сказать. во-первых я хочу большим удовольствием сказать что у нас в астане в Алматы у нас открылся институт преподатов духовных технологий где мы занимаемся изучением науки самопознания а кроме того изучаем все знания, о которых мы говорили уже раньше это и наука взаимоотношений, это построение семейных отношений, правильных воспитаний детей это правильное ведение бизнеса, астрология физическая, басту и другие науки физические и сейчас буквально еще несколько шагов будет предпринято и в остальном у нас откроется такой же институт и этот институт он очень необычен тем, что в этом институте человек обучается всю свою жизнь выпускной экзамен, это в последней жизни, там же будет выпускной балл и мы будем с большой радостью видеть вас всех на наших занятиях это раз, а второе, вы видели такие замечательные слайд-шоу и это здесь на слайдах город Вриндава показано, это самый святой город на земле считается это посольство духовного мира, представительство духовного мира здесь на земле и те людей, которые занимаются программами, мы приглашаем в поломничество, которое у нас каждый год в октябре, октябрь, ноябрь это садитой месяц, называется Арктика и те, кто желает, вы можете присоединиться к нам и в тренинг я бы хотела пригласить сюда организатора этого замечательного вечера и мне бы хотелось, чтобы вы оставили свои координаты если вы хотите, чтобы вас приглашали на подобные программы если вы хотите, чтобы вас держали в курсе всего происходящего в вашем городе и, пожалуйста, можете присоединяться и я попрошу организатора сюда подойти может быть, она еще скажет несколько слов я напишу сайт, на котором вы можете увидеть всю информацию касаемого института, касаемого паломничества и других программ института большое вам спасибо за внимание удачи вам, счастья, радости и любви дорогие слушатели, мы хотели, в свою очередь, как организаторы поблагодарить вас за терпение, за ваше внимание огромное спасибо Марине Таргаковой за произведенный семинар за ее знания, которые она вам поведала и если у вас будет либо проявиться любознательность либо какая-то информация вам понадобится вы можете обратиться по телефону, который написан на билетах и предстоящих или предыдущих семинарах мы будем вас обещать поездку телефона вы можете информировать поездку телефона и огромное спасибо Галинину Махараду за его приезд поэтому поблагодарим вас за это спасибо вам много спасибо вам спасибо 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 спасибо